Современный украинский город на востоке Украины, на берегу Азовского моря. Мариуполь – крупнейший украинский порт. Культурная столица Украины, фестивали, выставки. Удобный общественный транспорт, хорошие дороги, красивые парки и набережные. Отремонтированные больницы, детские сады, школы, которых больше 70 в городе и 3 вуза. Городской парк, Приморский парк, Экстрим парк, Порт-Сити. Мариупольцы и гости города у моря часто проводили там время. В развитии металлургии более 50 стран мира покупают продукцию мариупольских металлургических комбинатов. Промышленный гигант Азовсталь. С 2014 года Мариуполь стал изюминкой Донецкой области после того, как часть Донбасса стала так называемой ДНР. В январе 2015 года пророссийские боевики обстреляли из установки Град в микрорайон Восточный. 31 человек погиб, 117 были ранены. В крупнейший город на неоккупированной территории Донбасса пришла война. Второй раз. Постоянные авианалеты. На город летят бомбы самолетов. Автоматные бои в центре города. Мариуполь сегодня самая горячая точка войны в Украине. Нас засыпало в пореве. Это вы, видите, они спасли. Сожженные не дома, а целые районы. Это хуже, сразу можно так жить. За что, скажите, вот за что? В чем мы виноваты, перед кем? Мариуполь, осажденный российскими войсками, столкнулся с гуманитарной катастрофой. Ни воды нету, ни газа нету. Люди вызывают, как мог. Люди топят снег, чтобы пить воду и пытаются готовить еду на открытом огне на улице, прямо под обстрелами. Боевые действия уже идут во всех районах города. Это город жилой, жилые дома. Господа, бама, люди, они ночь молятся. Более 90% жилого фонда повреждено или уничтожено. Это все раненые. Раненые привезли живых, но спасти не удалось. Это совсем крошка. Ад и ужас. Я не хочу жить в России, я хочу жить в Украине. Не хочу никакой тут России, не хочу. В моргах мест нет. Трупы по 7 дней не забирают. Людей или же не хоронят вообще, либо это братские могилы или ямы во дворах многоэтажек. Будут они все проклятые, все люди, которые послезли. Трупы хоронят во дворах в пятиэтажек. В городе работает одна больница. Это все, которых не удалось спасти. Остальные либо разбомблены, либо заняты российскими военными. Семьи с детьми пытаются покинуть город. Но многие жители остаются под ежедневными бомбежками, пережидая их в подвалах. Здание разрушилось, и все полетело на нас. Мы оттуда детей выносили просто. Смотрите, вот эта аппаратура перестанет работать, и все. После бомбардировки российскими самолетами детской больницы и роддома, 9 марта в Мариуполе пострадали 17 человек. Дети, женщины, врачи. Трое погибли. Среди них один ребенок. Это девочка. Россия заявила, что в больничном комплексе располагались позиции батальона Азов. Поэтому он был обстрелян. Но это не так. Больница работала на прием обычных мариупольцев. Там что были? Маленькие бендеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было? До недавнего времени самое большое бомбоубежище в городе, которое могло уместить более тысячи человек, это городской драматический театр. Вот здесь у нас собираются люди для выдачи питания. В первую очередь мы детям, женщинам, старикам. Драмтеатр был душой города. 16 марта по нему ударила российская авиация. Люди просили помочь и дать гуманитарный коридор. Здесь больше тысячи человек. Детей. Маленьких утрых. У всех температур. Роженицы есть. Тут раненый, тут боль. Тут сложно. Помогите нам. А вместо гуманитарного коридора российские военные обстреляли с самолетов драмтеатр. Людей до сих пор пытаются достать из завалов. 19 марта российские войска сбросили бомбы на школу искусств в Мариуполе, где пряталось около 400 людей. Мариуполь, где проживает около 400 тысяч человек, является ключевой стратегической целью для России, поскольку его захват позволит российским военным на востоке Украины объединить силы с войсками в Крыму. В осажденном России, Мариуполе, все еще остается около 300 тысяч жителей. Из-за регулярных обстрелов уже погибло официально около 3 тысяч человек. А неофициально их десятки тысяч. Продолжение следует...